Добрый день, читатели сайта КПУ в Украине. Сегодня у нас в гостях творческая команда фильма «Ночь святого Валентина», исполнительница главной роли Даша Астафьева, режиссер Владимир Лерт, продюсер и сценарист Максим Данкович. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и первый вопрос, это расскажите поподробнее о фильме «Ночь святого Валентина». Возможно, были ли какие-то сложности во время съемок и чем собираетесь порадовать зрителей чем-то необычным? Что будет? Хороший вопрос. Отвечает Максим Данкович. Сложности не то, что были, а есть. Я думаю, завтрашние премьеры сопровождают этот фильм. Так уж получилось, что изначально проект так продюсерски был составлен, что представлялось собой машину, которая несется в неуправляемом заносе. А мы в ней пассажиры, которые пытаемся схватиться за руль. Но руль не у нас. Руля нет. Я вообще-то пыталась ногами двери выбить. Да, и мы это успели снять. Вот. Он очень сложный. На самом деле, то, что в кадре выглядит комедия, и для всех остальных участников процесса за пределами кадров было... Было тоже комедии. И адом. Это очень важный опыт, который был в bonehead. Самое первое впечатление, наверное, самое сильное, потому что впервые я поверила в то, что я по-настоящему снимаюсь в кино. Но то, что я взаимодействую с настоящим режиссером, с настоящими актерами, и мое мнение и мое участие тоже, оно как-то немаловажно в этом фильме. Потому что всегда так воспринималось, а это же Оставьева, а пусть сыграет какую-то проходящую роль, а это там посмеешься, полудобаешься, а слова можешь не учить. Почему же у вас были и драматические роли? Ну, в отношении было такое всегда очень легкомысленное, впервые ко мне отнеслись очень серьезно, я очень благодарна в то, что Володя и Макс поверили, а Кирилл как партнер очень серьезно отнесся тоже к работе над ролью, он постоянно меня гонял, постоянно повторяли тексты, пробовали по-разному. И для меня, как такого фаната кинематографа, это очень хороший опыт, очень интересный. И, наверное, с участием в этом фильме мне захотелось по-настоящему быть актрисой. А можете я рассказать о своей героине, кого вы играете, и вообще вы в жизни похожи со своей героиней? Я играю у каждого из нас. Это человек, который переживает в период разочарования в очередных отношениях, но который, практически потеряв надежду, встречает любовь всей своей жизни. И я думаю, что каждый, кто уже это пережил, узнает себя, а кто не пережил, я желаю каждому пережить такое. Потому что я уверена в том, что любовь, она бывает только одна на всю жизнь. Просто мы все ее встречаем в разном возрасте, иногда теряем и не находим силы в себе вернуть этого человека. Или теряем время, возвращая его уже на склоне, так сказать, жизни своей. Но на самом деле это самое прекрасное, когда ты предан чувствам, когда ты предан человеку и всем переживаниям, которые ты с ним переживал. Поэтому эта героиня показывает каждого из нас, я уверена, абсолютно на 100%. Даша очень правильно, очень правильно написала своего персонажа. Хочу лишь только добавить. Вот о чувствах говорить легко, а насколько их легко изобразить на экране? Вот какие приемы вы используете для того, чтобы показать влюбленность и другие вообще моменты, которые испытывает человек? Это не Даша, Даша. Я скажу честно, так, со стороны актрисы, что... Может это глупо прозвучит, но первый мой съемочный день был абсолютно каким-то для меня таким шокирующим, наверное, несуразным. Первый день мы снимали сцены на гинекологическом пресле. Мы снимали с актером, которого я вижу впервые, о котором ничего не знаю, но только слышу, что все говорят, вот Кирилл Кирилл, боже, это же вообще мой любимый актер. Я фанатка, я фанатка фильма «Измены», там еще чего-то. Он там классный такой, он играл в сериале «Нюхач». А я ничего не знаю, абсолютно о человеке. Прихожу такая, говорю, да, Кирилл, да, классный. Но потом у нас была просто съемочная такая смена в сутки, мы целовались в разных местах. Я не знаю, что там... И это сблизило. Я думаю, что после этого я уже и смотрела на Кирилла по-другому, и даже, наверное, стеснялась там как-то что-то ему говорить, там, в глаза смотреть. Это все было очень естественно и мило, и Володя обладает таким талантом это все усугубить и показать. Настолько горячо, что даже... Все на свете, да, просто... Ну, первое время вам было неловко, да, с вашим партнером по съемочной площадке? Нет, первое время, наоборот, было очень легко, и... Обычно люди стесняются друг друга, есть какой-то барьер. Но у нас в омуты за головой, сразу... Пришлось, да. Такое гинекологическое кресло. Даша, был ли сценарий? Правда ли то, что мы придумали все на съемочной площадке? Сценарий был, но знали его все по-разному, у каждого в голове был свой сценарий, и это здорово, что мы очень немного все обсуждали, и какие-то наши мысли настолько цепляли друг друга, и вообще всех, и всех хохотали, и это все стало словами нашего фильма, какими-то новыми сценами. Здесь спрашивают читатели, а чем была идея, и вообще позвать именно Дашу? Да, это общее было, общее решение. Кино — это коллективное искусство, поэтому, в общем-то, ну как-то... Я Дашу давно знаю, она давно мне нравится. Не будем назвать эту цифру. Нет, в общем, всего лишь несколько месяцев. Вот, и... Это было абсолютно... Я точно могу сказать, что это было общее какое-то решение. А были еще какие-то кандидаты на главную роль? Нет. Это не главное, я вам скажу, это фильм состоит из трех новелл, поэтому это одна из главных ролей, нужно сказать честно, и другой кандидатуры у нас не было. Даша успешно прошла пробу и там было? Вы знаете, мы снимали в такой суматохе, что Даша, как суперкозырный суперстар, прошла вот это кино без проб. Скажут, как два. Пусть говорят. Какие-то конфликтные ситуации возникали во время съемок? Возможно, с актерами, с режиссером? Конечно, Даша сказала, я не буду сниматься в нашем кино, хоп-лабревью и ушла. Да, здесь такая девочка. А потом вернулась и сказала, я передумала. Вот и все, это же постоянно у нас. Нет, не передумала, а вы меня вернули. Кто тебя обозначил? Совесть моя. А, вы, блин, твоя совесть тебе вернула. Вы моя совесть. Вы моя совесть. На самом деле, как я уже говорил, Даша, что этот фильм действительно один большой курьезный случай. И мы действительно импровизировали, и это правда. Мы сидели за столом, и Даша рассказывала какие-то вещи из своей жизни, из жизни своих друзей. И мы тут же реагировали на это и говорили, супер, давай это покажем. Давай покажем эти мысли, давай покажем это, давай покажем то. И мы, собственно говоря, я не знаю, можно обидеться ли кто-то или не обидеться, если я это скажу, но, во всяком случае, это правда. Мы путем таких импровизаций полностью выкинули один съемочный день в мусорное ведро. Ну, не получилось. Мы импровизировали, было очень сложное расписание. Артисты должны были работать ночью, не спавшие сутки. И у нас не получилось. И у нас не получилось. Ну, пожалуйста, поскольку мы импровизировали, ну, вот как в этом анекдоте, но не смогла я, не смогла. Мы выкинули это все в мусорный ящик, продюсеры были в бешенстве, естественно. Но, тем не менее, это была импровизация, потому что тут уже ничего не поделать. Хорошо, говорите, импровизация, но какие сцены позаимствованы, допустим, из личной жизни? Нет, это только если Даша скажет, я не знаю. Вот, интересно. Кирилл очень долго ломал голову, как же объяснить, какими словами. Я говорю, да как объяснить, у тебя персонаж абсолютно аварийный. Да, кстати, эта фраза вошла в тебя. Смешная фраза. Мы начали смеяться. Я говорю, какой, какой, какой аварийный. Вы что, перебиваете это? Она абсолютно смешная, абсолютно естественная. Я думаю, что у каждого из нас была такая аварийная любовь. Там, когда разбивались телефоны, когда ломались стены, когда, я не знаю, билась вся посуда в доме. Это называется аварийный партнер. И каждый из нас, как и встречал аварийного, так и сам был аварийным. Я вообще когда-то с разбону стену ломала в квартире съемной. Когда такое случается, когда девушки слегка за 20. Что? Такое случается, когда девушки слегка за 20. Вы будете удивлены, такое случается и когда, и за 40, и за 50. Разные бывают ситуации. Ну, вообще, с актерами фильма легко, да, работалось ли? Были какие-то конфликты в его время? Ну, вы понимаете, в чем дело. Как бы для меня актеры это святое, да? Вот честно скажу. Это моя семья. Я думаю, что все конфликты с актерами могут быть у режиссера. Я надеюсь, что у меня так всегда будет. Это как у мамы с детьми, но не больше. То есть никаких серьезных конфликтов быть не может. Иначе этот артист просто ошибся дверью или съемочной площадкой и будет выгнан, изгнан навсегда. Вот и все. То есть я не собираюсь ни с кем конфликтовать никогда. Мне хочется со всеми дружить. И потому что съемочный процесс, он и так достаточно стрессовый. Если еще... Для меня это абсолютно невозможная ситуация. Мне бы никогда не хотелось конфликтовать ни с какими актерами. Иначе я просто очень сильно ошибся в выборе актера. А были такие моменты, когда... Мы конфликтовали только с Андреем, да, там, Джуджулой чуть-чуть. Я скажу так, что все-таки там была, да, ситуация, что ему не нравилось. Он говорит, что... Он сказал, что это не мой образ и прочее, прочее. Но это надо у Андрея спрашивать лично, да, то есть, что же там, собственно говоря, случилось у него. Но ему как бы... Он считал, что это достаточно жесткий материал для него. Я его никогда не боялся сниматься. То есть, соответственно, я знаю точно, что ему там что-то не понравилось. Но что конкретно ему не понравилось, нужно спросить его. А что же Даша Владимировна не понравилось, что она однажды вот тут лопнула дверью и ушла? Этого надо у Даши спросить. Я не знаю, это мне только сказали, да. Это, я, честно говоря, я об этом знаю 3% максимум. Я специально знаю, что вам нравятся всякие жаркие вещи, я это сказал. А Даша, может сказать, я не расскажу. Я очень восхищаюсь людьми, которые пытаются и снимают кино в нашей стране. Потому что у нас настолько низкий уровень вообще сознания в плане съемок, организации, составления документов. Я уже неоднократно говорила, что это участие, это нарушение всех моих принципов, как актрисы, модели, артиста. Это чисто человеческое отношение, это взаимопонимание и желание поработать с Володей и с Максом. И компания, которая снимала этот фильм, она была зарекомендована с самой лучшей стороны. Конечно же, когда люди говорят, ну давай, это же, давай мы снимем хороший украинский фильм. Но когда дело касается организации, ты понимаешь, что людям не то, что кино снимать. Где максимум можно идти, как это называется, инструмент, который уничтожает бумагу. И вот так стоять и... Да, конечно, не все классно, потому что проблема, знаете, я когда ехал сюда, извините, что опять перебиваете, потому что мы, естественно, будем сейчас говорить какие-то продюсеры и так далее и тому подобное. Я думал, что все-таки нельзя совсем уж винить продюсеров, потому что были бы у наших продюсеров бюджеты в 10 раз больше. Не в бюджетах дело, здесь, наверное, дело опыта, все-таки отношение к человеку, я уже тебе это говорила, что не так сложно прочитать там план актрисы и посмотреть, где и когда она задействована. Все же знают, да, актриса, посиди 10 часов в вагончике, подышать радиатором, а потом выходит вот такая красая кривая. Да, это правда, да, отношение к актерам, отношение к актерам, да, девушку мечты. Это невозможно, я поэтому говорю, что посмотрели на него. Это правда, да, отношение, дорогие продюсеры, смените это отношение к актерам, я хочу за тебя заступиться, это правда. Я просто хочу сказать, что это все элементарно, это все просто, если мы друг к другу начнем проявлять больше уважения и понимания, и кино станет совсем другим. У нас в стране абсолютно упадническое отношение к артистам, ну, видимо, потому что большинство артистов себя ведут вот так недостойно. Но хотелось бы, наверное, поменять какими-то участиями. Мне все спрашивают, о чем фильм. Фильм, на самом деле, очень светлый и такой святой даже в какой-то мере, потому что у меня абсолютно прямо пропорциональная ассоциация с фильмом «Ирония судьбы». Он настолько пробуждает какие-то искренние чувства, такие самые светлые, несмотря на то, что я уже там и маленькая девочка, и повидавшая, и там узнавшая, и умею сравнить. Я знаю, что такое важное. Вот это сильно важное, на самом деле. И уважение вызывают люди, которые, несмотря ни на что, говорят об этом. Два взрослых мужика, они рассказывают нам всем и заставляют вот это щипать в носу кому-то, там чему-то. Да, это отважный и очень такой благородный шаг. Я с удовольствием поддержала это и шли до последнего. И уже когда даже я там психовала, ссорилась, мне мой партнер Кирилл 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 сказал, что перестань, посмотри на Богу, посмотри, как он старается. Ты думаешь, у него там меньше камней преткновения, но все-таки, наверное, какое-то человеческое берет верх над всем абсурдом. Я думаю, что мы сделали большой подвиг всем министерствам. Максим, а можно пару слов о сценарии? Как появилась идея, долго ли писали, долго ли воплощать? Вы, по-моему, не слышали, о чем мы говорим только что, да? Кто это задал вопрос? Я. Розовая кофточка? Ясно. Звездам нужно приходить подготовленными. Мы же сказали, это фильм импровизации, сценарий писался на площадке. Мы это не шутим абсолютно, это фильм импровизации. Да, вот поверьте. То есть, как бы, я вам еще раз говорю, это не может быть так, но это так. Понимаете, в чем дело? Это не может быть так, но это так. И у нас есть порядка сорока, уж как минимум, свидетелей, а плюс артисты, это все сто человек. Вы можете отдельно их взять и допросить их. Потому что, еще раз говорю, мы заняли такую позицию, чтобы... Не, не завелся абсолютно. Не, не, не. Я просто говорю про то, что я очень тяжело... Понимаете, как бы, к сожалению, здесь есть такая мода придумывать разные истории. Знаете, у журналистов, у пиарщиков. И поэтому и журналисты задают фальшивые вопросы. И у кого спрашивают, они тоже фальшивые вопросы. Ну, понимаете, ответы дают. А мы, как бы, рассказываем вам правду. Вот как было на самом деле. И, ну, я не завелся, я честно, я просто... Я просто хочу Максиму дать... Давайте я расскажу. Максиму мы дадим ответы на правильно поставленный вопрос. Давайте я вам расскажу, как мне подзвонила Володя и говорит, Астафьева, ты хочешь сниматься в кино? Я говорю, о чем кино? Мне, ну, комедия, мы там все придумываем на ходу. Условия жесть. Но ты должна согласиться. Потому что мы снимаем классный украинский фильм. Говорю, ну, конечно. Конечно, от такого предложения мне сложно отказаться, поэтому давай что-то... Я говорю, так, а скиньте мне сценарий. Сценария нет, мы все придумываем на ходу, и нам нужна твоя помощь и участие. Вот эта интрига, она заставляет тебя поверить в свои силы, в то, что в тебя верят, от тебя хотят каких-то предложений, участия. Там уже слова мы писали на ходу. И это все менялось на ходу 300 раз. Я же говорю, фильм открывается со сцены, где Данкевич сидит в кадре и пишет сценарий. Вот приходите, я вас приглашаю на премьеру, и вы увидите этот кадр, с него начинается все кино. На самом деле, я вам отвечу. Сценарий был, по которому никто не хотел снимать. И он где-то лежит. И еще летом, уже больше, чем полгода назад, мне предложили его переписать. Я отказывался два или три раза. Летом, в начале осени... Максим, извини, ты красиво, ты очень сказал, извиняюсь, опять я обмешиваюсь, что ты не воскрешаешь мертвых, потому что тебе предложили полечить это сценарий. Да, мне предложили уже трупик, как-то его привезти с помощью шоковой терапии, чтобы он пожил немножко. Но кино так нельзя относиться к сценарию, который лежит в основе всего. Вот, я отказался, и Вова, ну он и так подпулиный был, и он был вынужден снимать первую новеллу, а фильм изначально состоял из четырех, выкинув даже тот плохой сценарий. И так возникла вот эта стопроцентная импровизация. Для съемочной группы это шок, конечно же, потому что ни планирование, ни подготовка, ничего, вы не можете это не прорепетировать, ни как подготовить. После того, как первая вот эта часть была снята, стало понятно, что, ну, это будет стоить ему здоровье сто процентов. Да, главное, это такое движение на ощупь, в пространстве, которое не твое, вот там нет никакого кайфа, и это... Ну, мы сняли первую новеллу. А поскольку съемочный процесс уже пошел, то действительно, ну, мы уже взяли, сели вдвоем, да, как по дружбе пытались переделывать этот сценарий, по факту мы выкинули вообще все. Там нечего было, я еще летом об этом говорил нашим верховным жрецам, что нечего там ловить, проще придумать новое, и мы не придумали новое. Ну, еще нам там два фильма вперед придумали. И поскольку все это действительно, ну, с точки зрения нормального планирования в кино, надо, чтобы сценарий был готов заранее, то ждем, отрепетирован, выслан актером. А у нас это было примерно вот следующее, похоже. Значит, идет бой, мы сидим в окопе, и пытаемся, значит, хирургическим путем спасти умирающего. При этом на нас кто-то сверху орет, что так делать нельзя, но мы понимаем, что если сейчас вступим в переговоры, то мы потеряем его. Вот этот умирающий был наш, ну, вот этот ребенок, этот фильм. И так было все время, и так продолжается до сих пор, потому что никогда в жизни я такого не видел, чтобы раз в два дня серьезно всплывала перспектива того, что этот фильм может не случиться, по разным причинам. Там что-то профукали, здесь не подписали, там не договорились. Вот, соответственно, после полугода моих отказов переписывать, я был призван как кризис-менеджер какой-то, а позже стал продюсером. К сожалению, вот этот руль от этого автомобиля, он по-прежнему и не в наших руках. Соответственно, мы просто нашим, там, навались этот фильм и создали. С помощью вот этих людей, актеров, которых сегодня нет, но завтра всех увидите, операторы, ну, в общем, вся группа. Да, это было потрясающе, ребята, это был опыт. Я позвонил Максу и сказал, Макс, я знаю, что ты отказываешь, я не буду тебе предлагать себе, как это, как сценариста, я тебе просто скажу, что... Мы в тот момент сняли уже одну новеллу про студентов, и она была закончена, и я ему позвонил, говорю, Макс, ты представляешь, как бы у тебя когда-нибудь в жизни еще будет шанс писать и снимать кино одновременно? Я такое только, как я говорю, в книжках читал, не буду даже сравнивать себя с этими великими людьми, но и он, как бы на это продолжение, он же не мог отказать, потому что это просто жизненный опыт, сумасшедший для сценариста, и для... То есть, как это так? А вот так, вот на ходу, так же, как я и Даше звонил, и говорил, что... Ну, то есть, вот это абсолютно... У нас была съемка среди ночи, ну, как обычно, и вот это все рождалось прямо, пока снимали одну сцену, я писал другую, не было времени распечатать. Я подходил к Даше и говорил, вот на телефоне, вот твой текст. Помнишь, Кириллу? Да, я писал тебе СМС-ки, во время сцены, я даже... Да-да-да, мы тоже переписывали. Сами сидели два человека с телефонами, пока там свет финально выставлялся, репетировали фразы. Есть сцены, где мы с телефонами, вот, в кадре прямо, вот в кино. Так вот, знаете, это мы читаем текст. То, что получилось на выходе, вас впечатляет, вы нравитесь себе в кадре вот? А мы еще не видели, я не смотрю. Это же интересно, прийти вместе с вами, со всеми... Да, мы фильмы, финальные версии, я, скажем честно, даже я не видел, и поэтому я очень сильно волнуюсь. Не, я знаю, потому что, ну, как бы, я действительно волнуюсь, потому что очень сильно волнуюсь, и еще какие-то поводы не пойти на эту премьеру, вот, но... В какой бюджет вложились? Это вот Макс пусть отвечает, я не уполномочен, один как говорит. Ну, я, насколько знаю, хотя я не владею бюджетом, я не владел, в принципе, весь этот фильм получился... Я не знаю, можем это говорить или нет? Я не буду цифры называть, я просто не уполномочен. Да, я тоже не уполномочен. Но, в целом, весь фильм, с учетом затраты на съемку актеров, музыку, которую мы сейчас там всеми силами и правдами собираем в саундтрек, получился стоимостью хорошего 30-секундного рекламного ролика. Да, это правда. Это правда. А такой вопрос, у вас нет желания снять еще один фильм, а этим же составом? Конечно. Есть. Мало того, мы с Максом, у нас есть сумасшедшая идея снять комедию о том, как мы снимали этот фильм. Просто как жаловаться съемок. Понимаете, вот есть желание рассказать, потому что то, как делался этот фильм, иногда, мне кажется, будет даже интереснее, нежели чем вот... Точно смешнее. Да, больше курьезная работа. В таком фильме будет показано то, что вам хочется. Ой, столько смешных историй было, это правда. Я уезжаю, психую, уезжаю, все, не хочу сниматься в этом фильме, все, звоню своему менеджеру, говорю, Юра, приедь меня забери, Юра приезжает. Я сижу, психую, еду, а еду, объезжаю, опять приезжаю. Я говорю, это какое-то заколдованное место, опять приехали сюда. Я говорю, опять уезжаем, опять еду, опять приходится проезжать. Не все же знают, что я еще уехала. Я говорю, а кто уехал, я хочу вернуться. А еще был смешной день, когда прям на съемку приехал мой менеджер с чемоданом. Быстрее, быстрее, он у нас вылет в Астану. Я говорю, какое у меня в съемке? Давай, доснимаемся. Я уже все договорился, сейчас вылетаем. Приезжает, привозит мне мою шубу, там мама собрала вещи мои. Очень смешно было, потому что я с самолета на съемки, без съемки с самолета. Это же был готов дышаться день, ночной? О, боже мой. Я вот такая вообще... Так вы уехали куда-то? Конечно, я улетала в Астану на пять дней на концерт и возвращалась. Супки не спавши. Да. С этого перелета ужасного, 12 часов лета, приезжаешь опять на съемки, приезжаешь, а тут тебе условий нету, еще что-то не так. И, конечно, я злая. Нужно же играть добрую. Никто же не виноват. Не режиссер, никто. Добрую. Играть добрую. Да, 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 да. Ты не особо добруя. Самое сложное. Играть добрую. Давайте тогда вопросы о читателе. Вот уже чуть не в тему, уже не в тему фильма. Света пишет вопрос Даши. Меня очень удивил Ваш музыкальный эксперимент с ред-группой, курган и агрегат. Что Вас подвигло согласиться на роль учительки в клипе изобилиющим матерными словами? Миллион раз уже отвечала на этот вопрос. Что меня сподвигло? Тоже, что эти ребята такие же настоящие и отчаянные. Я, наверное, нашла в их образе частичку себя. И, конечно же, хочу поддержать. Потому что в нашей стране миллион, миллионы и внимания обычно уделяются чему-то страшному и абсолютно разрушающему мозг и вообще людей и вообще культуру нашей страны. Это по-настоящему и в этом я вижу себя. Даже пацаны меня спрашивали, что почему ты с нами согласилась сняться? Я говорю, да потому что вы, это я несколько лет назад. То, что мы слышим в клипе и то, что мы знаем, что вы также и лирику сочиняете, немножко вот как-то это все регулярно сходится То, что вы видите и слышите в клипе, это одна из моих сторон. Давайте будем честными. Все из нас ругаются и говорят какие-то матерные слова. Все из нас фантазируют и я думаю, что у большинства мужчин была сексуальная фантазия это их учительница. Это правда. Я даже переспал со своей. Вау! Вот это каминг-аут. Поэтому давайте не будем строить у себя. Она была молодая и была большая. Нет, мы не ханжествуем ни в коем случае. Нет, я не вам, я вообще читателям, кто там задает вопросы. Давайте не будем строить у себя. У всех бывают разные фантазии, просто не у всех есть смелость говорить об этом. Мы, как сказали. Раз уж не жалеем. Ну, то пошло. А какая у вас самая смелая эротическая фантазия? Мои все фантазии уже исполнены. Так же неинтересно жить. Почему неинтересно жить? Вот я поэтому и одна сейчас жду принца. Который придумает новое? Нет, не фантазирую. Просто, когда исполнены твои фантазии, то уже какой-то, наверное, новый уровень желаний и требований к молодому человеку. Браво! Вот следующий вопрос. Люба пишет. 9 апреля отпразднует 90-летие основатель плейпоя Хью Хэртнер. О ваших отношениях чуть ли не легенды слагают, но говорят, что в последние годы вы не общаетесь из-за того, что Хью обиделся за какого-то интервью. И вообще что-то за история и вообще поменялось? Какие-то отношения с Хью? Отношения наши поменялись и в первую очередь наверное потому, что в его жизни появилась новая девушка, которая очень сильно препятствует этим отношениям. Но мы абсолютно нормально относимся, потому что женщины бывают разные. Вы имеете эту жену Кристалла, за которую он в 2012 году вообще. И то, что русский канал НТВ сделал очень подлое, как мне кажется, интервью. Ну, сейчас мы ничего нового от этого канала не ожидаем, потому что это такой желтый канал, который... Ведь можно одним звонком все решить и все исправить. Мы пытались это все решить и... Не то, что попытались, мы хотели приехать и я всегда была желанным гостем. Вы трижды были на вилле у Хью? Три или четыре. Три или четыре. Мы всегда были желанными гостями и всегда приезжали и разные были случаи. Когда-то мы отменили рейсы на несколько дней. Мы были пролетом. И мы остановились и жили, потому что взорвался вулкан, помните? Да. И тогда не летали самолеты именно по этой траектории. И мы остались на несколько дней и были желанными гостями. А сейчас ну, так сложилось. Если честно, буквально недавно впервые, наверное, всю жизнь рассказала... У нас был долгий путь на автомобиле, я впервые рассказала вообще эту историю. В самом деле мне до сейчас даже не верится, что это все...